Ну что сказать, первое мое впечатление, когда я приехала в город, это была весна. Впечатление, много снега, гораздо больше снега, чем у нас, и много страшной улицы. Прошло время, снег растаял, город преобразился, очень много зеленых насаждений, очень много деревьев. Конечно, город уютный, маленький, компактный, и мне он очень нравится. Я хочу здесь остаться, я хочу здесь жить со своей семьей. А семья уже с вами тоже приехала. Дочь заканчивает 9 класс, я не стала ее срывать, потому что ОГЭ, это понятно. Она сейчас сдает экзамены, 2 уже сдала, 2 еще остается. После этого она обязательно придет, конечно, будет срывать. А вы ее привозили показать еще или нет? Я не срывала ее с школы. Сын, у меня у сына своя семья, у меня две внучки. Они живут отдельно, у них свой дом, поэтому переезжать они не планируют, они все работают. А насколько сложно вот человеку с этой территории было начать работать? Юлия Алексеевна, а понимаете, дело в том, что я уже работала на такой должности. У меня есть опыт работы, поэтому приехать, я не начала все заново. Приехать и понять, что в твоем подчинении организационных, ну, общий отдел, юристы. То есть вот в этом плане здесь у меня, в принципе, закрутилось все сразу, и понимание этого есть. Есть понимание проблемы, которые возникли, уже есть понимание вопросы, на которыми нужно работать. И я думаю, что это у нас получится. И в том числе я все-таки надеюсь, что с вашей помощью. Да, конечно. Оксана Владимировна, а вот какой сектор, на ваш взгляд, вот хромает? Что заслуживает особого внимания в городе? Работа с жителями. Вот в первую очередь сейчас это работа с жителями. Необходимо повернуться к ним лицом. Необходимо видеть их. Вы знаете, я в последнюю неделю потратила на то, чтобы ездить по городу. И в качестве контроля исполнения обращения жителей. И есть некоторые моменты, которые заслуживают дополнительной отработки. Вот вас пригласил глава города. Он вам настолько доверяет, что он вас пригласил. Долго были думали над его приглашением? Речь о переезде у меня встала еще до предложения главы города, поскольку дочь заканчивала 9 класса. И мне необходимо было 10-11 класса, чтобы она заканчивала в другую школу. Поэтому я об этом уже думала. Конечно, о Назаровой я не думала. Ну, так случилось. Такое стечение обстоятельств. Ну, и теперь уже, как я понимаю, не жалеете, да, что сюда приехали? Ну, конечно, нет. Если поехал, если принял такое решение, то об этом жить не нужно. Нужно работать. Вот вы контролируете, в том числе, и курируете работу юридического отдела, да? Одна из актуальных тем связана с твердыми коммунальными отходами. Площадка за Сельмашем, куда вы возили мусор непосредственно. И глава города подписала распоряжение о том, чтобы возить именно на ту площадку. Затем выяснилось, что это, в принципе, незаконно. И, как говорят, глава города отменил это распоряжение. Вот как так получилось, что, по большому счету, юридический отдел подставил клуба города? Я не думаю, что это юридический отдел подставил. Скорее всего, смена специалистов и определенная смена работников, которые одни были в теме, другие были в теме. Но мы разобрались в этой ситуации. И сейчас хорошо, что есть Александр Владимирович, который занимается этой темой. Но сейчас не возят туда мусор? Это прокомментировать вам может только курирующий отдел. Если нужно, я уточню. Оксана Владимировна, заговорили уже о кадре. Вот на ваш взгляд, сможете, может быть, уже оценить, насколько квалифицированные специалисты работают здесь в стенах администрации? Те, которые работают со мной, на руководящих должностях, однозначно, очень квалифицированные люди, имеют большой опыт и большой стаж. Те, которые приходят недавно, естественно, любой человек, который обливается в коллектив, его необходимо вести, его необходимо направлять. И мы будем это делать. Ну, смотрите, мы сегодня к вам пришли, спокойно пообщались. И могли это сделать раньше, до того конфликта, который почему-то возник. Вот не жалейте о том, что тогда вы нам просто так не ответили на вопрос, который нас интересовал. В принципе, мы бы задавали те же слова, что вам нравятся. Знаете, я бы не хотела, чтобы это на камеру было. Но в тот момент у меня упало давление. Седьмое число было в режим ЧС объявлено. Восьмое, девятое, двое суток подряд я дежурила. Это была весна. И мне было достаточно тяжело физически. А сейчас режим чрезвычайной ситуации, он же продолжает действовать? Насколько опасна ситуация? Ну, насколько я понимаю, сейчас все под контролем. Оперативные штабы регулярно, да, проводят? Разумеется. Разумеется. Это все проходит в БДС. Сегодня в 10 часов и в БДС снова будет собрание. То есть это все на контроле губернатора. Поэтому работа ведется. Но сейчас каких-то опасных ситуаций нет? Действительно, вот угрозы какой-то распространения огня или что-то подобное? Если что-то возникает, у нас же работают и патрульные группы. У нас объезды есть. Поэтому если что-то возникает, мы знаем об этом сразу. Поскольку создана группа «Безопасный город» в Ватсапе. И в этой группе молниеносно сразу же информация какая-то. Вот если что-то где-то происходит, мы молниеносно это видим. То есть 24 на 7. 24 на 7. Вот вы являетесь заместителем в общественно-политической работе. Вот вы с представителем политических партий в нашем городе со всеми успели встретиться? Еще не со всеми. Но с кем уже успела встретиться, мы пообщались, обменялись контактами. Будем продолжать работать. Конструктивный получается диалог? Разумеется. Слышите друг друга, да? Ну, я полагаю, что это необходимо. Не важно, представитель какой ты партии, не важно, в какое ты направление идешь. Работа наша общая для чего? Для чего? На благо жителей. На благо развития общества, разумеется. Ну вот и просьба, вы же будете курировать работу средств массовой информации. К огромному сожалению, такое сложилось. Даже непонимание, может быть, со стороны администрации города. Мы перестали получать планы о работе главы города. Мы не рассказываем о рабочих поездках главы города, потому что нас не информируют об этом. Вот вы как-то могли бы поспособствовать, чтобы администрация была открыта для всех средств массовой информации? Разумеется, не случилось вопросов. Оксана Владимировна, если позволите, я спрошу, если не хотите, можете не отвечать. Все-таки речь о вашей зарплате. Это стало таким камнем преткновения, в том числе вот такой реакции с вашей стороны. Готовы озвучить? Сколько все-таки получает заместитель главы города по общественно-политической работе? Не хотите, можете не отвечать. Ну, скажем так, гораздо меньше, чем в разочи. Меньше, чем заработная плата первого зама. Вы же понимаете, заработная плата первого зама в своей накрутке, в своей надбавке. Вы посчитали из-за нее, и поэтому меньше. Гораздо. Спасибо вам огромное. Спасибо.